и привет друзья алекс сибу на связи хочу вам просто сообщить разные новости которые здесь со мной произошли во первых давайте посмотрим вот у нас тот скутер который мы купили видите у нас теперь раз два три четыре скутера один наш и три для гостей вот один сейчас живет феликс он у меня тоже из россии вот он один скутер месяц или два живет месяц побольше месяца и вот этот новый скутер вот он вот он здесь затем это первая новость все остальное хорошо он посмотрите у нас есть стройка часа к ней подойду и первое первое хочу сказать что тоже я такой эксперимент провожу я начал помните по моему роман из канады мне написал что не очень хорошо выгляжу поэтому я решил это не делом заняться потому что я действительно заметил что на филиппинах очень много мяса едят мясо и я прямо увидел что я ем много-много мяса и вот я решил здесь перестроиться и вот уже третий день я на на фруктах фрукты чай фрукты кофе утром то есть не совсем такая абсолютно голодание не совсем чистая диета но чувствую себя очень хорошо поэтому собираюсь так и так и продолжать вечером молоко из порошковое молоко пью то есть не полная но я не стремлюсь очень такую жесткую какую-то диету голодание не собираюсь а вот фрукты абсолютно нормально вот уже третий день пока чувствую себя хорошо и буду смотреть сколько дней займет раслин очень переживала в начале потому что для них это для филиппинцев не есть это очень плохо то есть понимаете то есть ну естественно то есть так как для них не есть это люди она говорит и как же ты будешь не есть если ты люди когда не едят они плачут но вот так у нее у них так новым я сказал она объяснила все в порядке вот и так что теперь я на фруктах и посмотрю сколько это займет специально не буду не ставлю никакие планы буду держать вас курсе дела такой эксперимент посмотрим как это будет продолжаться пока что давайте мы посмотрим я покажу вам как во первых видите забор он у нас но вы видели забор но вот тот кусочек у нас не было видите теперь у нас уже практически вся территория ограничена но таким как бы временным но такой не супер забор но за то что его построили там за несколько часов это конечно плюс мне нравится то есть больших требований к нему нету но я видел очень много таких вот просто это бамбук бамбук видите разрезают такие кусочки и набивают и в общем то такой среднего качества забор теперь обратимся к нашей стройке давайте я вам покажу свой септик основная работа сейчас идет по септику надо вырыть и достаточно медленно но видите вот как выглядит септик то есть он должен быть 4 метра длиной 2 шириной и 2 глубиной архитектор сказал метр и семьдесят глубиной но решил добавить чтобы на будущее не нужно было беспокоиться то есть похоже осталось несколько дней вон по самое глубокое это уже два метра эти там такая могут ее нужно все снести выровнять ее и вот это будет вот это будет два метра посмотрите какая сколько известняка здесь у нас но здесь склон поэтому мы его поставим для выравнивания и давайте посмотрим как выглядит строительство опять же мои два рабочих они же продолжают стройку вы знаете что я начал стройку потому что ну не потому что не основная причина конечно но одна из причин поводов это было то что я не хотел потерять этих рабочих они действительно я их ценю очень хорошие рабочие видите вот где вот они колонны вот стена будет вот здесь вот веревочка не веревочка леска и то есть получается где-то три на четыре с половиной метра то есть такая достаточно минимальная но не очень малая то есть будет и здесь будет передняя такая стеклянная дверь стеклянная дверь в будущем здесь будет есть будет бассейн и вот прямо можно будет так из двери прямо выходите прямо нырять прямо в бассейн можно даже будет разбегаться начиная с той стены открывать дверь здесь и бежать кто хочет и прыгать прямо здесь бассейн представил такую вот ну вот посмотрите видите что сказать вот видите я думал конечно же очень дешево это сделать но не получается потому что то стена эта граница участка и там обязательно надо делать именно из холоблоков но достаточно вот эти все холоблоки были положены за может быть три четыре дня значит здесь будет вот в этом месте будет бочка с водой нам с водой поэтому видите здесь небольшая колонка колону они еще ставят посредине потому что бочка с водой будет 500 500 литров на или 600 будет на вот этом вот это вот этом месте все остальное вот так оно продолжается ну то есть я спрашивал архитектора он говорит что вот это месяц-два вот это будет завершено то есть я рассчитываю что в середине января в середине февраля это строительство будет завершено притом я отказался от второго этажа потому что если делать второй этаж а там придется снова делать холоблоки то есть нельзя будет дерево поставить деревянный или из хардефлекса и это все нужно колонны короче это больше и больше короче я думал что второй этаж он будет дорогой потому что придется все-таки стены ставить и стены с колоннами поэтому я просто отказался ради ради такой быстроты завершения потому что если здесь мы можем сделать допустим одну комнату они перейдут делать вторую и одну же можно можно сдавать то есть есть какая-то последовательная если в два этажа то нужно ждать когда все все завершится то есть я чувствовал что я не хочу углубляться в такое сильное строительство оно оказалось более мощным более более трудоемким чем мне казалось на самом деле когда мы поговорили с архитектором поэтому я просто отказался и почувствовал облегчение что вот как изначальный план будет только в один будет только в один этаж друзья это вроде бы все у нас вот был у нас тайфуны но вот видите уже начало появляться солнце сегодня первый день после тайфунов когда тайфуны она так немножко скучно там как бы мрачно такое как настроение портится да такая что ли депрессия даже можно сказать то есть вообще на филиппинах если вы хотите здесь жить может быть кто-то так думает и мне пишет то нужно обязательно какой-то делом заниматься потому что вот я бы подумал вот если бы я бы просто ничего не делал не знаю я не привык так я не могу так и не привык поэтому я бы не знаю я бы мне было бы скучно вот так так у меня есть вот эта стройка продолжается и так далее и так далее то есть какие-то разные дела скоро буду уже покупать машину если будет машина то те кто у меня отдыхает я смогу развозить по экскурсиям сразу же то есть больше будет больше интереса может быть один день здесь один день на экскурсию поехать вот друзья значит вот это все значит нам предлагали лодку еще но новости за 50 тысяч песо наш знакомый но потом когда мы посмотрели эту лодку я у меня есть отдельное видео я вам покажу его сделаю то мы то есть как она старая просто и реально ее надо перри переделывать потому что мы посмотрели вся эта фанера которая внутри но ее надо просто менять то есть фактически замена придется перед фактически да что мы там покупаем потому что все придется полностью менять поэтому мы даже не советуем то есть если кому-то нужно я могу дать эти контакты показать эту лодку вы увидите но реально ее надо строить заново поэтому мы ну поэтому она таки дешево 50 50 тысяч вот друзья это все что я хотел вам сегодня поделиться был алексей бу не забывайте наша алексей бу точка ру сайде вы можете задать форум где вы можете задать вопросы те кто вопросы к раскин мы продолжаем эту тему она я не забыл буквально да вот на днях сделаем еще одно интервью с раскин так что будем продолжать нашу наше описание жизни и приключений и стиля жизни на филиппинах потому что здесь совсем другой стиль жизни культура другая другой стиль жизни поэтому вот тем кто здесь приезжает они говорят через какое-то время мы начинаем расслабляться здесь действительно чувствую что через какое-то время все начинаешь расслабляться такое какое-то расслабление здесь то есть для отдыха просто замечательное замечательное друзья всего хорошего был алексей бу до связи